Деньги Деньги Я тоже эти 7 дней не сидел без дела. Я читал журналы, играл на своих приставках, в которых у меня пруд пруди, смотрел видео и не отходил от телефона. Потому что многие из вас не успели записать вопросы нашей викторины, в которой, на мой взгляд, совершенно фантастические призы. С нашей первой программой мы решили вас убить призами, прям сразу завалить. Это картриджи, приставки, Sega, приставка Dendy и волшебная приставка Sega CDX, лазерный проигрыватель компактных дисков. Так вот, вы звоните и говорите, я не успел записать телефон, не успел записать вопросы, что мне делать? Значит так, спокойно. Только сегодня, только для вас, еще раз повторяем вопросы нашей викторины. Игите за ручкой и бумагой, я подожду. Не успели записать. Надо внимательно смотреть. Всегда в нашу передачу, когда смотрите, всегда имейте при себе ручку и бумагу. Потому что в каждой нашей программе будет для вас какой-нибудь сюрприз. Ну, принесли? Итак, вопросы нашей викторины. Итак, первый вопрос. Какова скорость процессора для игровых приставок, максимальная скорость, которой добились инженеры-компьютерщики? Вопрос второй. Какой фирменный магазин Dendy находится ближе всего к московскому Кремлю? Третий вопрос. Назовите фирму, которая создала и разработала компьютерную игру «Парк Юрского периода» про динозавров. Вспомните как можно больше игр для приставок, названия которых начинаются с латинской буквы «С». И последний, пятый вопрос. Посчитайте точную площадь регистрационной карточки обладателя приставки Dendy. Площадь очень просто вычислить. Надо умножить длину карточки на ее ширину. Не уносите ручку в бумагу. Пока они при вас, запишите адрес, по которому вы должны посылать ответы на вопросы нашей викторины и просто письма с пожеланиями. Пишите. Письма с ответами на викторины и просто пожеланиями посылайте по адресу Москва, фречистинка.дом.40, Dendy.TV. В нашей программе мы всегда следуем жизненному принципу, принципу обучения. От простого к сложному, от сложного к более сложному и от более сложного к недостижимому. Поэтому всегда начинаем рассказ о восьмибитной игре для Dendy. И я знаю, что те из вас, кто очень любит играть в ученые истории, например, затопают ногами, там, закричат, начнут бить себя кулаками в грудь. Почему мы не рассказываем о ней? А те из вас, кто с ума сходит по Бэтму, начнут бросаться в телевизор тухлыми яблоками или гнилыми помидорами. Мы ничего этого не хотим, не надо у нас ничем бросаться. Поэтому я решил закрыть глаза и наобум выбрать из многих картриджей, которые у меня стоят перед нами, один. Какой это будет, я не знаю. Поехали. Кребли-кребли-бул. Вам повезло, ребята. Супер-контра номер шесть. Хе-хе! Эта увлекательная стрелялка-гонялка одно из первых появилось на экранах ваших телевизоров еще в те времена, когда самым крутым компьютером был какой-нибудь китайский коробок без названия, а 8-бит пределом мечтаний. Называлось это просто «Контра», и пацаны всех возрастов просиживали глаза, помогая двум героям в трудной, но важной борьбе с врагами демократии. Многое изменилось с тех пор, а блондин с брюнетом в красной и в синей майке, соответственно, все рубятся и рубятся, не зная ни сна, ни отдыха. К сожалению, создатели всех «Контр», включая и эту, самую последнюю, не удосужились дать своим героям имена. Так и слоняются они по разным уровням, без паспорта и даже без свидетельства о рождении. Просто крутые парни. Но зато уж какие крутые, ой, спасу нет. Умирать от всяких там пули снарядов не собираются ни в коем случае. Поморгав слегка всем телом, стрепенувшись, бросаются снова в сечу. Зачем, по-моему, сами не знают, в отличие от других игр, где надо кого-нибудь спасать или наоборот гробить. В этой места для идеи и философии не осталось. Преодолев многочисленные уровни и стихая кровью от ран, полученных в нескончаемой битве, наши молодцы удальцы благодарят вас, игроков, то есть недлинным мультфильмам. Ради этого, конечно, тоже стоит рискнуть здоровьем, тем более вам лично ничего не угрожает. Ну, разве что ногу отсидите в кресле или палец намазолите. А так, сиди себе и геройствуй на пропалую. Играть в «Суперконтру» можно и нужно вдвоем. Из партнерских игр она одна из удачных. Если правильно распределить силы и прикрывать друг другу шквальным огнем автоматов и базук, дойти можно довольно далеко. Если ваша мама при виде начальной заставки меняется в лице, хватайте ее за руку и силой усаживайте рядом с собой. Даже картридж пахнет порохом. Вот такая «Суперконтра» номер 6. Ну, а теперь 8-битники будут завидовать, а 16-битники потирать руки от удовольствия, потому что рассказ пойдет о 16-битной игре для приставки Sega Mega Drive 2. И как-то мы в первой передаче упустили самую главную игру, которая, в общем, неразрывно связана с Sega Mega Drive 2, так же, как «Супер Марио» связан с Nintendo. Это игра с Соникой. И сегодня я хочу рассказать вам о второй модификации этой игры — Соник 2. Путешествие Соника с его другом Лисентом. Хе-хе-хе-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Не случайно фирма Sega сделала эту игру своей торговой маркой, так сказать, визитной карточкой. Всюду в мире рядом с надписью Sega вы встретите юркого человечка с синим панковским наворотом на голове. И с удивлением узнаете, если еще не знали, что Соник по роду племени просто ёжик. У нас с вами представление об этом зверьке, как о неуклюжем и неповоротливом создании. В исполнении программистов Sega это какой-то вихрь чувств и способностей. Может, там у них ёжики такие шустрые? Не знаю. Задача Соника – рука об руку со своим другом лисенком по имени Хвостик пройти все уровни, собирая волшебные кольца, дающие жизнь и удивительные способности. Чуть на кого напоришься, правда, прощай золото. Кстати, кому не нравится этот путающийся под ногами лисенок, можете выбрать в разделе опций «Одинокого Соника». А если вам по душе полеты на самодельном вертолете, вроде как у Карлсона, то наоборот берите Хвостик. Он, правда, не такой скоростной, зато летать умеет и может забраться туда, куда Сонику и не снилось. Не забывайте, что цель игры существует, и она конечна. То есть, мало дойти до самого конца игры, главное – собрать определенное количество магических изумрудов, или, как их называют матерые игроки, эмеральдов. Вот сколько чего – пока секрет. Этот вопрос вы скоро встретите в одной из наших викторин. Эти самые эмеральды просто так на дороге не валяются. Добыть их можно только в бонус-уровнях. А в бонус-уровень можно пройти только, извернувшись особым образом, открыв один из многочисленных секретов и, конечно, одолев слуг главного босса – доктора-работника. Пишется доктор-работник через «О», и никакого отношения к слову «работа» не имеет, а имеет отношение к слову «робот». Поэтому и слуги у него все какие-то железные, да страшные. Не пугайтесь, забить их довольно просто. Надо прыгать им на голову, и после нескольких метких прыжков они разваливаются на кусочки. Вот так, привязательно, смотрите. Опля, и готово. Многим игрокам, кстати, не нравится безоружность соника. «Как бы хорошо бы», – говорят они. «Ему какой-нибудь лазер или гранатомет». Но тогда это будет совсем-совсем другая игра. Прелесть Соника 2 в том и состоит, что всего можно добиться бескровными методами, исключительно опираясь на свою смекалку и быстроту реакции. Недаром эта игра завоевала столько поклонников по всему миру. Не случайно появляются все новые и новые версии, в том числе и в формате лазерного диска. Если вы купите какую-нибудь последнюю разработку, вроде Сеги и CDX, вас обязательно встретят с распросертыми объятиями, неугомонный и совершенно бесплатный Соник. Самый удивительный ежик из всех, что вы когда-нибудь встречали в жизни. А вот об этом эпизоде на химическом заводе мы специально не будем говорить сейчас. Внимательно смотрите нашу программу. Очень скоро мы откроем для вас один маленький секрет. Вы сейчас сидите, смотрите нашу передачу. У вас есть приставка, у вас есть игры и вам, в общем-то, беспокоиться не о чем. А представляете, сколько людей еще бегают по Москве и ищут какую-нибудь подходящую приставку или картридж. Давайте заглянем в один из магазинов торговой сети Dendy и посмотрим, что там происходит. Если вы еще не накопили денег на приставку, приходите в магазин на красную пресню просто так, поглазеть. И вы с удивлением обнаружите, что рядом с обалдевшими и разинувшими рты ребятами и девчонками ходят не менее обалдевшие взрослые с яркими коробками в руках. Скажите, что вы делаете взрослые в детском магазине? Покупали подарок ребенку. Сыну? Да. Что купили? Dendy. Покажите. Вот. Почему именно Dendy Junior? Ну, не знаю, я считаю так, что и для ребенка это вполне будет нормально, приличный подарок. И мне тоже как можно будет поиграть в свободное от работы время. Ну, как вам кажется, дорого, недорого вам как хозяйке? Нет, недорого. Сколько лет ребенку? Ребенку восемь и еще одному шесть. Вы примерно представляете, что вас ждет в связи с этой покупкой? Полная. У нас уже раньше была игра, но не такая, более низкого качества, она сломалась, и мы решили купить здесь. Но ведь она тоже может сломаться? Может, но ее здесь могут починить, здесь есть гарантия. А почему не купили сразу Sega Mega Drive 2, например? Для того, чтобы купить Sega Mega Drive, как она там называется правильно, я точно не знаю, наверное, нужно будет зарабатывать побольше денег все-таки. Не каждый будет доступен. Я не хочу сказать, что я не куплю это своему ребенку, но в данный момент я просто не считаю это нужным. То есть вы думаете, что сначала надо научиться... Сначала надо научиться на маленьком чем-то, а потом переходить уже к более серьезному. И тем более он все-таки шесть лет, ему, наверное, будет пока интересно и в эту поиграть. Но вы готовитесь к тому, что через годик-другой вам все-таки придется даже раскошелиться на серьезный аппарат? Ближе к Новому году я точно уже уверен, что возьму. Sega Mega Drive 3? Да, Sega Mega Drive 3 вот эту. А эту куда денете? А эту? Ну, я не знаю, наверное, родителям отдам, пусть поиграют тоже на старости лет. Своим родителям? Конечно. Вы думаете, что это им доступно? Ну, я думаю, почему им не поиграть-то, в конце концов. Ну так, между нами, между нами, только честно, у меня тоже есть сын. Кому покупаете, себе или сыну? Не, вообще-то сыну. Просто я хотел ему подарить на день рождения, не получилось. Не было возможности вырваться сюда. Вот, а сейчас вот подъехал, в свободное время есть и купил. На день рождения отделался трансформером большим. Кем работаете? Ну, вообще, я бывший военнослужащий. Сейчас я нигде не работаю, так, периодически где-то, где-то как-то подрабатываю. Вот так вот, даже безработные приходят в фирменный магазин в Дэнзи, чтобы покупать себе приставки. А вы кем? А я, думаю, хозяйка. Дома. Ну, теперь вам и для безработных, и для военнослужащих. А тут можно стрелять, вы знаете. А я и взял такую игру. Чтобы стрелять. Чтобы стрелять. Естественно. Ну, понятно. Бывший военнослужащий берешь, чтобы стрелять, а бывший доктор возьмешь, чтобы лечить, например. Да. Ну, спасибо. Успехов вам. До свидания. До свидания. Видите, ребят, что творится? В нашей прошлой программе, в самом конце, мы дали телефон рекламного агентства 40 Видео. По секрету скажу, в 40 Видео никто ничего не понимает в компьютерных играх. Вообще. Они делают рекламу. Они совсем по другой части. Но они нам поставили телефон сегодня на нашу передачу, потому что звонков очень много. Мы вас очень просим, друзья мои. Не звоните вы нам, ради бога. Пишите письма. А то мы от звонков уже ошалели. Опять. Да. Я не знаю, как викинг в игре Golden Axe пускает вихрь. У меня в книге, в инструкции написано все по-китайски. А, ты по-китайски читать не умеешь? Нет. Понятно. Смотри нашу передачу. Сейчас мы тебе объясним, как викинг пускает вихри? Да. В игре Golden Axe? Да. Все, смотри. Пока. Да. По-моему, это был один и тот же парень. Может быть, не знаю, но учтите, звонить нам не надо. Пишите письма и во всех ваших бедах и трудностях мы поможем вам вместе с Денисом. Мой знакомый Денис пришел сегодня в нашу студию с каким-то парнем в кожаной куртке. Я понять не имею, кто это такой. Давайте с ним познакомимся вместе. Привет, ребята. Здравствуй, Денис. Привет. А ты кто? Я друг Дениса. Как тебя зовут? Саша. Тоже фанатик компьютерных игр? Да, тоже играю с Денисом. Давно играешь с детства? Не с детства. Лет с 12. А сейчас тебе сколько? Сейчас 15. 15. Ну, ты все игры, которые Денис прошел, тоже проходил? Большинство. Не все, но большинство. Он лучше тебя играет, Денис? В некотором плане да. Да ты что? Да? Как это можно себе представить? Ну, так. Мы же вместе начинали. Значит, вы как-то на области делитесь. Ты во что-то любишь играть, кстати? Боевики и логические. Логические игры и боевики. А ты? Одновременно. Логические боевики. Бывают такие? Да. Ну что ж, ребят, значит, пусть Саша нам тоже помогает, раз он пришел и тоже разбирается в компьютерных играх. Уж со мной-то, конечно, не сравнить. У нас сегодня несколько вопросов. Было несколько звонков по телефону. И первый звонок о том, как в игре «Золотой топор» Golden X вот этому здоровому мужику, знаете, там есть такой? А-а-а. Трусак в синих такой. Да-да. Да-да. Как ему такие вихри пускать по земле? Ребята пытаются что-то сделать, но у них ничего не выходит. Покажешь? Покажу. Ты у нас мастер, да? Так. Золотой топор. Ага. Ага. Шапочку проматываем. И давай. Начало игры. Выставка. Значит так, чтобы получился у вас этот коронный удар, нужно нажать кнопку «Вниз». Так. Потом снизу провести, сделать полный оборот по 360 градусов. Хочешь со стрелкой или против? Против. Так. И закончить его вниз и ИБЦ. В этот же момент. Одновременно. Ведь ничего сразу не получается. Никто не садится сразу за приставку и не показывает сумасшедшие какие-то результаты. Вы, прежде чем научиться играть так, как вы играете, наверное, натерли себе такие огромные красные мозоли на пальцах, да? Да. Кстати, бывает мозоли от джойстика? Бывает. Бывает. А почему-то вот я видел, что вот ты нормально играешь, Денис, а вот некоторые ребята, я видел, играют, держат джойстик как пианино как-то вот так, сверху, странно, как бутербро, знаешь, как будто они сейчас хотят его съесть. Ты, кстати, как джойстик держишь? Я так, но это легко. Ты так держишь? Да. Ну-ка, покажи, как ты держишь. Вот, видишь как, так я и знал. Вот. Вот так. Вот так. Почему это? Потому что много клавиш, и поэтому, если одним пальцем играть, то перескакивать с клавишей на клавишу. Там же реакция нужна, там же это не успевает. То есть одновременно, тем более, нажимать клавишу невозможно. Это более эффективно когда-то. Да. Тем более шестикнопочный пульт есть. Который у Сеги. Да. Понятно. Хорошо, значит, с Golden X разобрались, вихри запускать научились. Теперь. В нашей прошлой программе мы рассказывали об игре Sonic и о секретах из неё. А это была игра Sonic 3. Да. А сейчас давайте немножко вернёмся назад в Sonic 2. Вот я как раз приготовил для вас этот картридж. Очень интересно мне, что таится здесь, вот в этом карте. Давайте посмотрим. Опа. Итак, мы попали во второй уровень. Угу. Так, сразу же набираем скорость. Вот тут горка. Так. Разгоняемся. И взлетаем. И как только вы взлетели, нужно сразу же держать кнопку влево. А вы попадёте в секрет. Там будет стена с проёмом. Вы пойдёте в проём, и там будет лежать жизнь. Угу, вижу. Только маленький стендерик, да? Вот, да. Разбиваем. Звучала музыка. Представляет о том, что мы получили жизнь. Целую жизнь. Целую жизнь. Как это немало. Всегда пригодится. Да, и не только в настоящей жизни, но и в мире новой реальности жизнь очень важна. Правда, у нас в жизни их всего одно дают, а там можно набрать Бог знает сколько. Хорошо, Соника это прекрасная вещь. Давайте теперь что-нибудь попроще. Для восьмибитной приставки. Например, есть такая игра Микки Маус. Знаете? Третий. Ну да, я знаю. Да, третий. Сейчас актуально третий. Вот он, Микки Маус номер три. На первый взгляд, очень простая игра. Похожа на Супер Марио. На всякие другие там скакалки, да? Но, наверное, есть какие-то свои тайны, да? Расскажи. Ты, может быть, да? Давай, Сочи. Итак. Сначала нужно пройти первый уровень, и вот мы во втором уровне. Так. Вот мы идем, и тут встречается нам небольшое возвышение. Мы можем пройти это возвышение совершенно спокойно, и идти дальше. И до главного нам придется еще доходить. Понизу, если. Да, понизу. Но можно, как я сейчас делаю, запрыгнуть на это возвышение, и тогда из этого возвышения вылетит платформа, которая понесет вас к главному. Минуя все остальные препятствия. Минуя все остальные препятствия. И мы прилетаем к главному. А главный не совсем не страшно, а какой-то ежик просто. Какой-то ежик, который очень опасен. Да. Он нужно всего три удара. Ему? Да. Три. Но, очевидно, бить его нужно только, когда он раскрыт. Да. Когда он в комочке, его бить бесполезно. Поэтому нужно от него бегать, прыгать и ждать, пока раскроется, а потом уже в него швырять шарики. Три шарика вы победили. Три шарика, и ежик дохл. Ну, в общем, да. И три шарика, и ежик повержен. Вот он. Вот мой. Спасибо. Хорошо. Это был Микки Маус. Так, у нас есть еще несколько секунд. Может быть, какой-то еще секрет знаете в каком-нибудь игре? Ну, я знаю. Вот в игре Тинни Тун недавно узнал один секрет. Это про кролика? Кролика, да. Рэббита. Рэббита. Так, у нас есть такое дело? А вот, конечно. Есть. Вставляем. Ну, Саша, смотри-ка, разбирается. Первый раз, да, смотри, разбирается хорошо. Вот в начале игры мы можем выбрать, в кого мы можем в процессе самой игры превращаться. Это я знаю, да. Вот мы выбираем кота. Так. Вот мы его выбрали, и идем. Вот сначала мы управляем самим кроликом. Впоследствии мы берем такой предмет, и теперь мы можем превращаться. Шарик со звездочками. Вот мы превращаемся. Идем. Теперь у нас появляется такая возможность лазить по стенам. Да, у нас есть препятствие. Стена. Если бы не было кота, невозможно было продавить? Не было кота, нет, нельзя бы. Вот такую вещь я недавно разгадал. Ну что ж, каждый день новый секрет, так? Да, конечно. А как вы думаете, на нашу с вами жизнь хватит картриджей и секретов? Хватит. Хватит. А это постоянно потому, что придумываются игры. То есть, правильно ли, что игры придумываются чаще, чем в них, в общем, играют ребята? Чаще, намного чаще. Слава богу, что это так. Спасибо, ребята. До встречи в следующей программе. Пока. Всем пока. В начале нашей программы мы напомнили вам вопросы нашей первой викторины. Я надеюсь, что вы не успели убрать ручку и бумагу, потому что в каждой новой программе новые вопросы. Итак, вопрос первый. Как забить последнего босса в игре «Черный плащ»? Вопрос второй. Назовите третье задание в 16-битной игре «Pirates Go» — «Золото пиратов». И, наконец, третье, последнее задание. Напишите адреса всех магазинов торговой сети «Дэнди» в Москве. Вопросы записаны. И я хочу сказать вам, что самые сообразительные и шустрые могут отвечать на вопросы обеих викторин. И тем самым очень сильно повысить свои шансы на получение от нас приза, картриджа, журнала и даже приставки. Успехов вам! Фирменные приставки в фирменных магазинах «Дэнди» по лучшим и стабильным ценам. «Дэнди» — 65 тысяч рублей. «Про 16-бит» — 223 тысячи рублей. «Сега Мега Драйв 2» — «Япония» — 299 тысяч рублей. «Красная Пресня» — 34. «Петровка» — 12. «Переход метро» — «Театральная ГУМ». «Телефон» — 245-19-96. В конце любой игры появляется надпись, которую каждый читает по-своему, в меру своей образованности. И «Гоме Овер», и «Гемора», и как только её не называют наши игроки. Но на самом деле эта надпись очень простая, и по-английски она звучит так «Game Over». То есть всё, конец игры, игра закончена. И наша передача, к сожалению, подошла к концу. Не унывайте, мы встретимся с вами ровно через неделю. Пока! Дэнди! Дэнди! Играю все!